Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас из Берлина. Как вы видите, видео, которое было запущено до этого, кто успел посмотреть, кто не успел, рекомендую посмотреть. Оно есть в наших материалах, в личном кабинете можно его найти или на сайте Capital RSV. Не случайно открыта перед вами схема InnoTrans 2016. Сегодня в основном мы посвятим всю нашу беседу на основе фотографий, покажу, кое-что расскажу, сделаю сравнение. Расскажу о своих впечатлениях по этой выставке. Я здесь уже нахожусь практически третий день сегодня. 20, 21, 22, это третий день. Вот, и впечатлений масса. Есть и позитивные, и негативные, но тем не менее, все, как говорится, в нашу пользу. Поэтому, как мне слышно, покажите, пожалуйста, вам уже показывает хорошо. Спасибо, дорогие, я не заметил. Тамара Эдуардовна показала тут, что мне хорошо слышно. Значит, вроде бы всем... Ага, спасибо, спасибо, да. Спасибо, друзья. Друзья, вы меня опередили с моей просьбой. Супер, поздравляю. Смотрите, у меня вот такая вот, значит, есть бейджик. Ходимся. С этим бейджиком ездим по всему Берлину абсолютно. Купил билет, но и на транс, и во всех видах транспорта бесплатно. Можно ездить как бесплатно? В принципе, не надо дополнительно подплатить. Меня сегодня даже, я задумался, ехал с выставки сюда в гостиницу, откуда я сейчас веду с вами беседу. Ехал сюда, задумался, и вдруг смотрю, что-то поезд остановился, и никого вокруг нет. Оказывается, мне в тупик закрыт метро. Я там полчаса постоял, простоял. Не выйти, не зайти, между вагонами нет соединения. Слава Богу, что этот поезд ненадолго в тупик загнали. Меня через полчаса вывезли. Он уехал в другую сторону. Слава Богу, я догадался выйти оттуда. Но, тем не менее, это метро. Вот, и надеюсь, что я уверен, что в Skyway все будет значительно иначе, в лучшую сторону. Вот, пойдемте дальше. Видите, значит, здесь сейчас я возьму указку отсюда. Я, что-то ее, куда-то она в другое место у меня ушла. Ну, ладно. Значит, смотрите, здесь есть, видно на верхней части. Сейчас я посмотрю, куда у меня делась указка. Где-то она в других материалах. Ладно. Значит, здесь у нас с вами находится... То, что я здесь показываю, вам не видно, но почему-то мне указку отсюда не взять. Ну, ладно. В верхней части номер 21 виден. И номер 20. Вот там, где номер 20, там расположена экспозиция. Дальше я покажу фотографии, где представлено... Ну, в один стол стоит и представлены все инновативные технологии. А их там немного, три или четыре. Ну, есть еще несколько, которые тоже претендуют в транспортные технологии. Но они, скажем, обслуживающий транспорт. А в основном это Skyway, это Hyperloop. Hyperloop и есть там еще Moon, как бы лунная технология новая. Она тоже презентует, но они там практически представлены только маленьким таким стендиком, где материал и пару фотографий. Дальше мы увидим, что там на Hyperloop показывается и так далее. Это здесь вот наверху видно 20 номер. А сама экспозиция расположена в номер 4-2. Так, главное, что даже от Тролли научились... Так, Вячеслав, нам надо знать это. А что знать про лунные технологии? Да нет, не надо знать. Просто я хочу сказать, что там представлено, но нету ничего серьезного. Вот к чему разговор. И поэтому здесь все основное разворачивается на 4-2. Видно здесь внизу такая как бы большая экспозиция. Таким образом, здесь процесс идет. И теперь давайте посмотрим. Значит, смотрите, что здесь у нас происходит. Вот инотранс, вход. Основной вход сюда. Инотранс 2016. Прежде чем сюда прийти, я сделал специальную фотографию, где видно очень хорошо метро. Слева видно красный такой как бы поезд красного цвета. Вот это метро, рядом несколько простых электрички линий, то есть мощный транспортный узел. Это видно везде, но в Берлине в особенности идет прямо такая артерия. Они пересекаются. Очень все непросто. И поэтому приходится, ну, как бы останавливаться и много пересаживаться. На инотрансе представлены, например, поезда, показаны, как чистятся линии. Впереди идет расчищающий такой локомотив. Дальше проезжает сам состав. Все это очень непросто. Представлено фактически уже вчерашний день. Или же что-то, ну, слегка инновативно, слегка более блестящее. И ничего особо нового. И это, с одной стороны, печалит, с другой стороны, радует, что фактически мы находимся на самом острие инноваций. Поэтому я еще хочу показать. И вот мы находимся уже здесь, как бы перешли на нашу выставку. Видно, как где Евгений Кудряшов, генеральный директор Skyway Capital, сидит, тестирует юнибайк. Здесь видно сзади педали юнибайка. Он сидит на первом месте, на переднем месте. И здесь двери обе открыты. Там представлен также и мотор, колесо, часть. Она выставлена на нашей экспозиции. Здесь видно сейчас очень хорошо. Видно? Что видно? Ничего не видно. Сейчас, одну минуточку. Раскакивают картинки. Видите, здесь уже сидят посетители в юнибайке. Это вид спереди. Достаточно узкое такое устройство. Но вполне вместимо, хорошее, удобное внутри, если сидеть. Пойдем дальше. Здесь видно, где мы с Сергеем Сибиряковым сидим. Причем, Сибиряков фактически это юнибус уже. Дородской вариант, 14-местный. Два сидячих места, остальные стоячие места. Нам удалось присесть вместе с Сибиряков. Сибиряков Сергей вещает через систему Перископ. Очень много репортажей. Большинство из вас, кто вы здесь присутствуете, смогли, смогли. Если кто нет, то ознакомьтесь, есть записи. И достаточно интересно рассказывать о том, что там происходит. Но самое главное, дорогие друзья, то, что там очень много представителей, которые с удовольствием знакомятся с нашей экспозицией. Здесь видно, вот здесь на заднем плане виден юнибус стоит, юнибайк рядом. Там и постоянный интерес посетителей к этой экспозиции. Наверху видно нью генерейшн, то есть новая генерация транспорта Скайвей. И это очень радует, когда много посетителей. Люди постоянно интересуются, постоянно заинтересованы тем, как это работает. И это говорит о том, что люди сориентированы на новые виды транспорта. Причем надо отметить, что здесь сейчас, до завтрашнего дня, вот сегодня последний день, 22 число, когда фактически доступ на выставку имели только специалисты, которые заранее приобрели билеты на эти дни. А все, скажем, не специалисты или те, кто не аккредитовались на выставку, могут войти завтра на выставку. Это для широкой публики доступ будет завтра. И я представляю, что завтра будет там на этой экспозиции. Потому что слухи распространяются. Очень много я встретил и беседовал непосредственно здесь с представителями Сименса, которые, экспозиция Сименса находится рядом. Достаточно большая, на ползал вот этого четвертого павильона. Ну, не на пол, скажем так, но на очень большую часть. И они с большим интересом ходят знакомиться. Причем интересуются такими абсолютно техническими и профессиональными данными по поводу SkyWay. Это тоже, с одной стороны, радует, с другой стороны, дает определенные индикации к тому, что надо быть готовыми для контактов с другими. Об этом же сегодня, когда я встречался с представителями Европейской организации развития железнодорожного транспорта. У них там тоже достаточно большая экспозиция. Они говорят о возможностях. Эту ассоциацию, больше даже можно назвать ее на ассоциацию. Она была создана в 92-м году. И они там, в принципе, рассказывают о том, как они помогают обновлять и содержать инновационные процессы существующей железнодорожной технологии, которая применяется в Европе и в мире. И когда мы заговорили о новой технологии, они были удивлены. Они сказали, что мы об этом практически ничего не слышали. И очень заинтересовались. Удался контакт. В дальнейшем просили материалы прислать. И по всей вероятности речь может пойти о том, что у них есть специальный раздел, который они ввели недавно. Поскольку Евросоюз ориентирован на развитие транспорта нового поколения. И для них это было, скажем так, манно-небесное. Что, ах, неужели даже так? Ах, неужели так далеко ушли? И так далее. И поэтому они очень заинтересовались. Это для меня тоже было большим подспорьем, что этот процесс идет. Дальше. Здесь экспозиция гиперлуп. Вот видно здесь сзади экранчик стоит. Наверху слева красным написано гиперлуп. И гиперлуп ограничился чем? Ограничился одной картинкой там, которая видна сзади. В трубе так называемый болид скоростной расположен. Здесь рядом стоит сидение, на котором можно посидеть, одеть 3D очки и походить по болиду, который вроде летит в космосе. Когда я со специалистами беседовал, то там они еще крутят в одном месте видео. Спросил, а что это у вас здесь показано? Фактически там, кто знает, экспонируется только видео, которое показывает испытания тележки, разогнанной до 168 или 65 километров в час. И показано такое шоу, скажем так. Какое-то время назад мы об этом говорили, когда это по информационной системе проскочило по всему миру. И фактически спрашивают, что ну хорошо, вы на слайдах показываете, что там есть и слайд-шоу, где электромагнитный разгон осуществляется средство передвижения. А фактически это как бы испытание сделано на коляске. Они говорят, ну да, это вы как специалист заметили. Люди это не замечают. Нам нужно было разогнать. Фактически разогнали всего на небольшом участке пути, разогнали до 165, скажем так, километров. А затратили на это почти 1 мегаватт энергии. Но это не говорит, далеко не говорит об эффективности. И не буду сейчас вас перегружать техническими данными. Это говорит больше о том, что просто что-то делается и делается для шоу. Чего нельзя сказать о системе Skyway, о нашей транспортной системе. Мы реально показываем то, что уже достигнуто. Вот здесь есть фотография, где я тоже посмотрел, что в этих очках видно. Там космос показывают. В общем, передвижение по салону вот этого болида, который виден там за мной как бы со стороны. А дальше виден экран за молодым человеком, который стоит, меня держит за шнур. Вот я встал, прошелся по этому салону. Ну, один сон шел и ничего более. Хотя интересно, рядом стоит еще экспозиция, где показаны так называемая система, тоже новая инновационная система, маленьких вагончиков, которые могут передвигать по городу. Это электромобильчики, двигающиеся по специальным трассам. Но фактически все осуществляется по земле. Опять-таки это надо осуществить и создать для них продвижение по коридорам. Это все непросто, несравнимо с нами. Есть у корейцев, которые показывали еще и так называемые передвигающиеся по магнитным специальным тоже линиям, на колесах уже резиновых колесах. Ну, это как, можно сказать, автобусы, хотя они экспонируются как перешедшие на резиновые колеса вагоны, трамваи и двигающиеся, там видно, двигающиеся по магнитным линиям. Но они требуют все равно хорошего настила, специального электромагнитного снабжения и так далее. То есть это тоже все не так просто. И вот теперь здесь видно хорошо, сколько людей на нашей экспозиции. Виден слева стоит Ротхук, беседует с... Он очень сильно много работает, поддержка полнейшая. Вот. И объясняет технологии, много заинтересованных. Именно у него спрашивают, почему в Австралии, как это. И это абсолютно показывает о том, что интерес большой. А тем более Ротхук, тот, кто взялся за это в Австралии, абсолютно профессионально может на это все рассказывать и отвечать на эти вопросы. Вот здесь видно еще, как раз там, что я показывал, схема, где электро... Вернее, ну да, они тоже электромобильчики на батареях. И видна трасса, вот здесь внизу, видна трасса, по которой электромагнитная трасса, по которой они могут ходить. Они предусмотрены для передвижения от вокзала к вокзалу, по каким-то специальным коридорам, чтобы люди могли бы передвигаться более удобно в различных системах. Таким образом, это, дорогие друзья, основные фотографии, которые я хотел вам показать. И если подвести черту под весь этот ряд, то я хочу вам сказать следующее, что смотреть особо на выставке, к сожалению, нечего. Да, это все грандиозно. Да, стоят вагоны, стоят электровозы, стоят мощнейшие колесные пары, стоят так называемые железнодорожные конструкции. Очень много я подготовлю отдельно показ, где будет сделано ряд фотографий, где видно, насколько все существующие технологии, например, сцепка между вагонами. Это вообще мощнейшие металлические литые конструкции, сцепка вагонов абсолютно несравнима со системой сковей, которая намного на порядке легче, менее материалоемкая, если вообще не сказать, что она не материалоемкая и так далее. Поэтому это все очень важно. Поэтому, смотрите, я сейчас перейду на то, что у нас здесь есть и покажу, что там, какие есть еще, ну, как бы, там есть представлены очень много различных трамвайных систем. В этом году представлены автобусы. Вот здесь я это вам уже показывал. Так, одну минуточку, здесь у меня перескакивает. Ну, вот, это, он практически такой же вид. Там показывают, это я показываю вам прошлого раза, это 2014 года. Во всех этих павильонах как раз это все и происходит. Здесь вот справа. А это экспозиция, где показаны железнодорожные различные системы. Теперь, значит, смотрите. Так, стоп, я делаю чуть меньше. Австралия. В Австралии Ротхук прокомментировал, когда я с ним беседовал. Он сказал, что сейчас очень многое зависит от того, как пойдет, будет развиваться. Он даже не сомневается, что это будет развиваться. Самое главное, чтобы процесс шел динамично, процесс подготовки документации, проектной документации по Адалайинскому проекту, пилотному проекту. И он уверил, сказал, что все ждут этого, все ждут показа функционирования этой трассы, ждут, что и какие будут результаты в Мариной горке. И он сказал, что за этим стоит сразу три проекта в Австралии, которые сейчас остановлены, те проекты, которые предполагали сделать на базе трамвайных решений. И это на период сертификации, на период функционирования, запуска функционирования пилотного проекта приостановлены. И то исследование приедет, в ближайшее время приедет группа проектировщиков снова в Минск. Ротхук прямо улетит из Берлина, улетит в Австралию. Считает, причем несколько групп австралийских специалистов приходили, которые были заинтересованы, говорят, что они слышали в телевидении. А здесь они воочию встретились с Ротхуком. И это им тоже было очень интересно увидеть и пообщаться там. Так, что у нас здесь сейчас пишут? Сейчас я посмотрю, одну минуточку. Так, ага. А тут просто идет приветствование. Представлены Алла из Минска. Представлены фотографии нигде пока нету, те, что я показывал вам. Я их еще буду показывать. И будут выставлены в каком-нибудь ряде. Вы сможете посмотреть эту запись, сегодняшнюю запись, еще ее увидеть. Когда повторите? А, повторите. Ну, давайте я чуть позже повторю. Хорошо, Алла? Значит, смотрите дальше по Австралии. Ну, вот здесь видно, как раз специалисты австралийские были, минские. И очень важно то, какие там партнеры наши. Аврикон – это очень квалифицированная, очень мощная международная компания. Это целый концерн. Там несколько тысяч работников. Основная их деятельность – это подготовка и управление строительными различными проектами в разных сферах деятельности в мире. Вот, и это очень важно. Значит, здесь фотографии, где мы видим, что происходило в Минске. И, коль вы просили, я покажу еще раз берлинские фотографии, когда вам... Так, 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 так. Вот Берлин. Вход в выставку с северного входа. Там несколько входов. Это северного входа. Здесь была картинка из... Я показывал, что там происходит, насколько... Ну, это один такой фрагмент. Метро. Красный поезд там. Рядом электричка. Рядом несколько автомобильных линий. Это в одну сторону, в другую сторону. Это все между нами. И такими коридорами Берлин весь расщепчет. В Берлине надо отдать должное, что достаточно неплохо построена система транспорта. С одного конца в другой. Многое решает их метро. Метро. Вот. И тем не менее пробки... Это бич Берлина. Например, люди, которые ехали из аэропорта, они сказали, Бога ради, никогда не ехте на такси из аэропорта, если вам надо пересечь город. Только до метро. Дальше в метро это еще можно передвигаться. Даже не в часы пик. А где-то в начале дня, когда схлынет особый поток, все равно дороги достаточно забиты. Поэтому эта проблема всемирная. Далее. Здесь у нас Евгений Кудряшов сидит в юнибайке. Сзади видно с педалями место. Там никто не занимает. Есть еще фотографии, которые я впоследствии подготовлю. Покажу вам. Значит, здесь мотор-колесо представлено там на стенде. Один фрагмент только его видно. Вот. Все там спрятано. Здесь виден юнибус. Юнибайк, извиняюсь. Сзади стоит юнибус. И здесь юнибайк. Полный рост. Здесь сидят посетители, интересуются прямо туда. Наклонились. Разглядывают все. Юнибайк забит людьми. Дальше, дорогие друзья. Значит, ну, здесь покорный ваш слуга вместе с Сергеем Сибиряковым. Сергей Сибиряков сидит, вещает отсюда через систему Перископ. Мы подсели там, немножко обсуждали. Успели с нас сделать фотографию. Вот. Что интересно, здесь видно, Сибиряков показывал. Я не стал выставлять фотографию. Если вы посмотрите, в ногах пол. Он зеленый в виде травы, и на нем бабочки. Это все в юнибусе сделано абсолютно в соответствии с экологичностью этого вида транспорта. Здесь одна из фотографий, которая показывает, насколько народ заинтересован. Постоянно люди работают. Там очень много представителей, волонтеров, которые помогают. Вот. Здесь сейчас спиной стоит, видите, женщина. Она как раз из Риги помогает разъяснять все, что там представлено. Очень много буклетов. Люди интересуются, забирают их с собой. Уходят и возвращаются еще. Здесь было, я показал стенд Гиперлуп. Гиперлуп Элона Маска ограничились 3D маской Элона Маска. 3D очки объемные. И в них как бы симулируется проход внутри болида скоростного, который на заднем плане на экране виден. И все, этим Гиперлуп вот тут даже я испытал, походил, посмотрел, что вот в этом болиде, который от меня впереди сбоку видно происходит, если по нему ходить. Все, ничего больше. Дальше там есть один стенд у них еще. И там тоже только показывают видео-шоу. Ничего больше, дорогие друзья. Здесь представлены только вот на таком маленьком стенде. Больше нигде их нету. Те, кто презентуют тоже на новый вид транспорт, это вагончики, которые будут бегать между несколькими точками в городе транспортными. Не рекламировали охранное устройство. Вы знаете, это не суть рекламы, дорогие друзья, Людмила. Почему не рекламировали рекламу, то есть это ограду вы имеете в виду, да? Да, охранное устройство, ограду. А там рекламируется. Там есть, я не показал вам, есть такая как бы система, где показаны, ну там показаны юнибусы, которые ходят в масштабе 1 в 10 сделаны. Так, вот, и только. Но есть оговорки, есть ссылки на то, что вещество ограда. Это не самое главное, поэтому здесь фокус собран на транспортном средстве, понимаете, да? Потому что это все-таки транспортная выставка, транспортные инновации. Хотя есть экспозиции, которые и очень много, кстати, хорошо вы задали этот вопрос, спасибо, что безопасность движения, там очень много этому делено, представлены достаточно, и как достаточно, суперновые системы автоматики, электроники, охранные системы, системы продажи билетов, учета пассажиров, то есть так называемые сервисные различные системы существующего транспорта, а сам транспорт, он вчерашнего дня. А система существующая очень современная есть, очень интересная, и в принципе есть что переменять и подключить потом, если это надо будет. Потому что фактически, дорогие друзья, сейчас на это не обращается фокус, но вся система SkyWay, она полностью умная. Или как говорят в народе, в международном народе, смарт. То есть со смекалкой, и поэтому я сегодня не готов вам все раскладывать полностью, я просто еще не... я знаю, что это где-то есть, и все. Об этом еще речь будет, насколько у нас уникальна система автоматики и мониторинга всей системы. Об этом Анатолий Эдуардович неоднократно говорил, вот, и мы в ближайшее время, по всей вероятности, об этом тоже поговорим. Так, какой стенд есть? Есть стенд, причем нет. Наш стенд был. Вот здесь я показывал трамвай на резиновых колесах, которые там представлены по магнитной, электромагнитной линии бегает. Его там нету. Вот наш стенд, основной стенд. Ротхук, много посетителей, юнибайк забит людьми, юнибус на заднем плане, тоже в полном размере. Все это очень филигранно, хорошо, красиво, представительно выполнено, и будет поднято 23-го, то есть уже завтра, и отправлено обратно в Дмитрийск, в Марину горку. То есть там постоянно народ. И вот это в конце последний слайд, который я показывал, это так называемые, снова, значит, маленькие электромобильчики или электробутики, которые будут здесь видно, на нижней части картинки видно, где они. Это фотографии сделаны, где они бегают по магнитным линиям, а рядом, впереди от этого автобусика видно, что это ездит между аэропортом, например, и вокзалом. Создаются, будут создаваться так называемые коридоры. Но это тоже в какой-то степени решает что-то, но это вчерашний день, и она требует опять-таки по земле, требует определенного места для своего движения. А это все не просто, дорогие друзья. Вот, и поэтому, вот я повторил сейчас и уже немножко иначе прокомментировал вам. Поэтому давайте пройдемся обратно, что у нас здесь происходит, или что есть на основном. Видите, здесь в Новосибирске сибиряков презентуют. А, кстати, вы знаете, сегодня посетили из России несколько вице-губернатор-губернатор различных, я сейчас не буду вам, не помню, значит, по-моему, Новосибирской области и Ульяновской. Или какого-то там. Одним словом, большие чиновники, которые очень... А Самара, Самарская, скорее всего. Ну, не важно, узнайте. Послушайте сибиряков, он там все правильно расскажет. Одним словом, они были, интересовались, причем один за другим туда ворвались, и просили, покажите, мы хотим потрогать. Все сфотографировались, посидели в Юнибусе, в Юнибайке, остались очень довольными. Сказали, что мы поехали, доложим, что все реально есть. Ну вот, и сказали, что как только будет что-то происходить в Минске, в Марьиной Горке, они будут первыми, кто это посетят. То есть, видите, этот процесс, дорогие друзья, идет, и это очень важно. Я вот с вами согласен. Это многие говорят. Невозможно. Невероятно. То есть, вы знаете, как и эпитеты там по этому поводу рассказывают. Это не представляете, насколько это радует и как бы поддерживает. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, что несмотря на это, что все это так происходит, это с одной стороны хорошо, с другой стороны еще лучше. Седьмой этап катится к завершению. Это стало совсем, ну как бы, реально. Я не буду называть цифр. Это как бы не основная задача. Но люди, которые будут завтра представлены еще на экспозиции, хотят сами потрогать, хотят сами увидеть. Вот видите, я стрелку нашел здесь. Они, посмотрев записи, которые были отосованы, едут уже с конкретными вкладами. Причем с вкладами шестизначными цифрами. Понимаете, да, что это значит? Это говорит о том, что фактически успешно завершается седьмой этап. И надо быть... Вот, видите, правильно, 200 тысяч. Вот это как вариант, да. Об этом уже, скорее всего, говорили. Какие сегодня серьезные встречи были, кроме представителей Самары и Челябинска? Ну, самая серьезная встреча была. Я беседовал с представителями организации. У меня сейчас здесь нету. ЮНИФИ – это организация, которая объединяет Ассоциация Европейских Железных Дорог. Она организована или образована учреждена в 1992 году. Вот, то есть достаточно такая уже мощная 20-летняя, 26-летняя, 24-летняя организация. Вот, и у них есть департамент развития Research and Development, то есть исследований развития. И они работают очень мощно с Европейским банком реконструкции и развития, ИБРД. Вот, и они очень сильно заинтересовались. Значит, с ихним представителем департамента развития, инновации и развития. И он сказал, что очень важным является, это его было как бы, ну, финальное слово, что мы рассматриваем, мы открыты к тому, чтобы существующие железнодорожные системы вкраплять новые решения для их рационализации и, как бы, подготовки будущих новых транспортных систем. Это было очень важно. Такой, ну, он чиновник, он не маленький чиновник, на европейском уровне, их штаб-квартира находится в Брюсселе, где штаб-квартира Евросоюза. Вот, и поэтому было как бы в заключении сказано, что он попросил прислать специально, вот у меня даже его визитная карточка, по-моему, в кармане, он попросил прислать специально на его адрес, на его адрес, вот он, Николас Фурио, Николас Фурио, вот, вот эта организация, она называется ИНИФА, ИНИФЕ, вот, и электронный материал, и дальше мы будем общаться по поводу возможностей взаимодействия. Но взаимодействие пока в рамках Евросоюза. Причем он сказал, что, ну да, Белоруссия, она в европейской зоне, но не в Евросоюзе, но он сказал, что есть варианты, как можно сотрудничество, скажем, по каким-то пилотным проектам вместе построить. Была встреча очень интересная, но это не я встречался, а потом беседовал с одним из участников, или кто был в этой группе. Приходили из Сименса, видите, представители Сименса, с ними Виктор Бабуин беседовал, вот, и неоднократно две группы приходили оттуда, с одной из них, потом впоследствии с Детмаром Файшером, я еще дополнительно поговорил, он является одним из руководителей, тоже, ну, она, да, скорее всего, это в нашем понимании группа, которая работает с вопросами возможности развития участия Сименса в других проектах, не в своих разработках, а в других проектах. То есть они тоже видят то, что очень важно копирироваться. Это все очень хорошие знаки, дорогие друзья. Вот такой мой ответ на ваши вопросы. Значит, я там не целый день был, поэтому я еще не знаю, что там в конце дня происходило, там постоянно люди подходят. А, еще, я хочу отметить, я уже говорил, повторюсь, к вопросу на том, кто там еще были. Пришла небольшая делегация специально встретиться с Ротхуком из Австралии. Я уже рассказывал, они наслышаны о опыте, ну, так называемом, уже реальном опыте, который происходит в Адалаиде, в штате австралийском, и они из другого штата, я не знаю, с какого, это мне Ротхук, когда мы с ним сидели на пороге Денибуса, рассказывал, нас фотографировали, там люди попросили фотографию, и он мне тогда рассказывал, я подробностей не сдавался, мы еще с ним поговорим, но это факт. И он сказал, что это была очень важная встреча, и как бы он заметил так, вскользь полушутя, говорит, еще неизвестно, чем это закончится, вот, в поддержку именно наших, наших дел в штате Адалаиде. Адалаиде. Вот настолько я, насколько смог вам ответил. Так, спасибо вам тоже, дорогие друзья, за вашу поддержку. Вы не представляете, насколько это важно, такая поддержка. Причем, что интересно, я ехал в метро, и встретился с ребятами из Эстонии. Они, видать, я их не знал, они меня по вебинарам, видимо, знали, они спросили, они как раз ехали на, уже на выставку туда, вот, они тоже задержались, мы проехали, они проехали со мной лишнюю остановку, в другую совсем сторону, они думали, что они едут на выставку, потом перешли, вот, и они тоже были, сказали, что они видели видео, вот, и они второй день сейчас едут снова туда. То есть это очень интересно, дорогие друзья, вот, и все зависит от того, и многие говорят, да, вы знаете, мы видим здесь, мы видим, что есть Унибус, есть Унибайк, но то, что у вас есть Экотехнопарк, это вообще супер, и многих это воодушевляет, и они понимают, что это, мы привезли, или компания Скайвей привезла, не Бутафория, привезла реальные объекты, которые реально работают, кто-то даже там сказал, что это реальнее, чем тот паровоз, который, ну, ездит, электровоз, пардон, вот эти ваши, ваши экспонаты, которые здесь выставлены, и для нас тоже, конечно, правильно, Тамара, или Татьяна, Татьяна, да, Новикова, очень важно видеть все это, абсолютно правильно, потому что, все мы, кто мы там есть, это такой мощный допинг, лучшего допинга не придумать, для нас, для всех, и тем не менее, вернусь обратно, дорогие друзья, седьмой этап заканчивается, но это не значит, что проект заканчивается, это радует, и это радует о том, что пошли инвесторы, более крупные, заинтересованные, приходило много немцев, которые приехали, хорошо работает наша немецкая, уже лидерская группа, многих людей прислали, которые реально хотели, немцы же, они очень такие основательные люди, и, ну, понемножку они там по-английски говорят, и насколько на определенном уровне, заинтересовались, сказали, все, для нас это вполне, как бы, поддержка, все, поехали, будем инвестировать дальше, мы в это дело верим, вот, эко-технопарк, да, дорогие друзья, уже, видите, здесь, значит, я сейчас возьму каску, наконец-то я застал, обрадовался, видите, эта трасса подготовлена, я еще с Сибиряковым разговаривал, он самый свежий из тех, плюс еще, конечно, Бабурин, сказали, что сейчас сразу же сюда параллельно уже конструкции завозятся, конструкции, металлоконструкции, видно, да, вот эти металлоконструкции, вот эти вот, они завозятся уже в Марину горку, вот, установка начинается, или начата даже, по всей графике сегодня, идет уже их установка, и, по возвращении Юнибуса и Юнибайка, они будут установлены на этой линии, Юнибус, Юнибайк будет сначала поставлен, он ждет установки вот этой трассы, а Юнибус сразу будет поставлен на эту транспортную структуру, не поставлен, а подвешен, потому что он там подвесной вариант, выставлен на выставке, подвесной вариант именно Юнибуса. Так, идем дальше. Сейчас устанавливается здесь насаждение на зеленой крыше. Юнибуса, вариант высокоскоростного, он в работе. Он в работе уже. И фрагмент подвесного, он сейчас на выставке. Там немного модуль, один модуль только представлен. И его вполне вначале хватит там для того, чтобы начать стартовать с сертификации самого транспортного средства и структуры транспортной в виде этой конструкции. Вот, дальше. Ну вот здесь видно, что происходит, как шла подготовка металлоконструкций. Вот так тоже это будет выглядеть все в будущем, дорогие друзья. Так, я сейчас посмотрю, здесь вопросы есть. Мне тут немножко мелко, на маленький компьютер. Мы все вместе помогли проекту. Конечно, абсолютно правильно, Светлана и Самара. Сейчас многие еще хотят приобрести пакет и слушать прямой ваш эфир. Ваш эфир записи и все это. Правильно. Вы знаете, дело в общем, что с перехода выход в корневую. Нет, вы знаете, Евгения, не закроется. Я вот, как я чувствую, что впереди еще достаточно много, много работы. И что такое перейти в корневую? Вы же понимаете, я вам говорил, что такое переход, или скажем, сколько стоит переход. Восьмой этап, восьмой этап, это объем акций, который на восьмой этап зарезервирован по проекту, рассчитанному бизнес-проекту и по проекту 15 этапов. Его объем 20 миллионов. Это так называемых инвестиций. Но акций для этого будет 7,5 миллионов акций. Дисконты будут чуть поменьше, но предполагают 20 миллионов. Конечно, могут быть тотальный инвестор, который действительно заинтересуется и осуществит большую инвестицию. Переговоры ведутся. Но это не значит, что восьмой этап закроется и все работы сразу закроются. Вы знаете, чтобы финансировать сейчас целый ряд как бы проектов, а ведь очень много, об этом мы мало говорим, но очень много сейчас нужно для запуска производства. Ведь то, что мы видим Unibus, то, что мы видим Unibike, они сделаны в опытном производстве. То есть практически в лаборатории сегодня. Производства такого еще сегодня нет. Но оно готово. Технология отработана. Она отработана в реальных размерах, на реальных площадях, реальные формы созданы и так далее. Оно создано в производственных помещениях ее моделя в Минске. Но само производство надо еще запускать. И это не маленькие деньги на все производства Unibus, производство мотор-колесо, различные производства металлоконструкции. Ведь эти металлоконструкции сделаны у партнеров. Причем сделаны так, что есть вещи, которые надо самим доделывать, партнерам всего не открыть. И это, дорогие товарищи, это не маленькие инвестиции. Это дополнительные инвестиции. Они выходят уже за пределы 300 миллионов. И поэтому здесь еще есть место. И поэтому я думаю так, что мой прогноз, что вход в корневую компанию не закроется восьмым этапом. Чтобы все это пройти, там нужна очень мощная инвестиция. И она за один месяц не осуществится. Период идет, где-то переговоры ведутся. И для того, чтобы проинвестировать 250 миллионов, это нужно переговоров от полугода до года, чтобы этот процесс осуществить. И это все не так просто в юридическом и процессуальном характере. Поэтому я вас уверяю, до конца года вход в корневую компанию навряд ли закроется. А там, как говорится, время покажет. Тем более, что впереди достаточно серьезные процессы. Поэтому, дорогие друзья, надо думать о том, как строить свою инвестиционную стратегию в восьмом этапе. И он достаточно близок. Я не буду сейчас предугадывать, хотя я знаю и не имею права говорить, более-менее я знаю, когда планируется переход на... Будет объявлено после берлинской инотранс-всемирной выставки. Сегодня я буду заканчивать. Вот, если есть вопросы, я еще готов на них ответить. Просто хочу вам сказать, вы знаете, что я очень рад, что я поучаствовал. Это действительно зрелище очень, как бы, мощное. Насколько представлена транспортная промышленность, насколько она находится еще в металле, находится во вчерашнем дне. Но чувствуется такой, как бы, интерес. Параллельно идут процессы, что автоматика, информатика, все готовы. Они очень много крутятся тоже вокруг нашей экспозиции. Они спрашивают, а что, а как, а может быть, мы можем, где мы можем и так далее. Мы всем раздаем информацию, пожалуйста, интересуйтесь. И всегда мы открыты к сотрудничеству. Так, есть ли там еще вопросы? Так, да, дам сейчас, дорогие друзья. Так, мой скайп. Видно, да? Вальдемар 13, мой скайп. Пожалуйста, можете задавать любые вопросы. Если заинтересован, я подключу к общему чату целевых проектов. Там вы тоже, у нас уже там сложились. Я достаточно так время от времени туда заглядываю, чтобы там такого беспорядка не было. Там уже сложилась так называемая активная группа специалистов скайвей, которые не хуже, а где-то даже лучше меня информируют всех. И за это им большое спасибо всем, кто там помогает. Поэтому, если кто заинтересован, пожалуйста, обращайтесь в мой скайп, вальдемар 13, вальдемар 13. И я вас всех подключу именно к чату целевые проекты. Тем более, что грядут такие достаточно интересные изменения, которые я давно вам обещал. В плане по адресным проектам, по подготовке адресных проектов. Вот здесь это встречи, которые были здесь, на этой выставке. Еще раз меня убедили в том, что для этого есть место, чтобы люди готовились к адресным проектам. И не так просто высеять специалистов, которые будут способны вести адресные, конкретные адресные строительные проекты. Строительство маленьких, там, 500 метровых, полутора километровых, пяти километровых каких-то трасс, там, грузовых, там. Я думаю, что даже грузовых это еще быстрее. Поэтому рекомендую многим присматриваться, где это целесообразно было бы создать. И это все можно будет сделать. Причем, очень интересный, кстати, вопрос о том, какие еще встречи были. Два дня назад, первый день, да, во второй день, была встреча с представителями РЖД, вагоностроителями. И они очень сильно заинтересовались. Причем, они сказали, что мы открыты для инвестиций и не обязательно во вчерашние железнодорожные вагоны. Есть финансы, это в России все. Когда они услышали, что проект имеет поддержку Минтранса, они сказали, о, тогда давайте будем говорить. Я даже сейчас не буду называть эту компанию, она частная компания, вот, но работает с РЖД. И поэтому там они говорят, что у нас есть мощные инвесторы. Вернемся к этому разговору. Да. Так, что еще есть? Ну вот, в принципе, все, дорогие друзья. Я смотрю, что здесь вопросы заканчиваются. До скорых встреч. Следующая наша встреча будет в следующий четверг. Я надеюсь, я подготовлюсь туда еще более информативно, чем сегодня. И будет много еще информации. Благодарю всех. До скорой встречи, дорогие друзья. Строй сколей. Спасибо. 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 Продолжение следует...